В общении Блинкин заявил, что Соединенные Штаты Америки будут противостоять потенциальному военному сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном. Наши соединения действительно стояли в Киеве. Победим Украину. Осталась неделька. Все. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, недомысливал. Когда Путин говорил, что у них не было плана штурма Киева, он не врет. Они планировали убить политическое руководство Украины и заехать без боя на Крещатик, но что-то пошло не по плану. Да хрен его знает о чем-то, если я не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия. За несколько дней до начала полномасштабного вторжения группа российского ГРУ численностью более 50 человек была переброшена в Украину с целью помощи в убийстве политического руководства страны. Впоследствии они были пойманы, а большинство убито СБУ и ГУР в первые дни войны Христа Грозев. Миссия Украины убить как можно больше русских. С первых дней, даже несколько дней до начала вторжения, группа примерно от 50 человек были запущены в глубину в Украину с целью, конечно, организовать саботаж, диверсии и спомогать уничтожение и нейтрализация политической элитой страны. Это включало людей, за которыми мы следим уже почти, можно сказать, 8 лет. Мы в почте некоторых из этих людей, поэтому смогли читать в реальное время, как они докладывают своим женам в Москве, что мы здесь на пару дней дольше останемся, потому что еще не закончили работу. Если Татьяна там спрашивает, где Егор, мы знаем конкретно, о каком Егоре идет речь, о какой Татьяне, передай ей, что он по другому направлению, он уже в Киев, но там все нормально, но опять задерживаемся. Вот мы читали такие почты, увидели, как через неделю настроение у них меняется, они говорят, ну это не будет неделя, это будет, скорее всего, месяц, извини, я вернусь еще не знаю когда. И потом становятся все эти письма намного более-более сердитые, более параноидальные, они начинают давать инструкции, где вкладывать семейные деньги, потому что, возможно, рубль обручится. Ну вот, красиво читать, конечно, такие провалы, ну и это вам дает ответ, почему знаем определенные планы, которые у них не сбылись. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке, на Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее. Слушай, Юрки Кунчане. Нормально так Путин слетал в Северную Корею. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о признании РЭВ государством спонсором терроризма. США ранее признали государствами спонсорами терроризма Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Прежде всего, это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и миру в целом. Путинская РФ является государством спонсором терроризма и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством. Республиканец Грэм. Демократ Блюменталь РФ заслужила свое место в клубе изгоев государств спонсоров терроризма, развязав жестокую кампанию насилия и агрессии в Украине и совершая бесчисленные зверства и преступления против человечности. Законопроект будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для сотрудничающих с РФ стран, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию. Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которое применяется, это применяется против России. Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило правительство Бельгии, которое сейчас выполняет функции председателя Европейского Союза. По сведениям агентства Reuters, новый пакет, в числе прочего, предполагает запрет на перемещение российского сжиженного газа и транспортировку нефти. Ранее этот пункт оспаривала Германия, поэтому принятие санкций долгое время откладывалось. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. Если этот запрет действительно включен в окончательный документ, это положение заставит экспортеров отвечать за действия партнеров в третьих странах. Хотя Евросоюз постоянно ужесточает санкции против Москвы из-за военного вторжения в Украину, эти усилия иногда преодолеваются путем продажи российских энергоносителей через третьи страны. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. В 14-й пакет также планировалось включить пункты о запрете российской пропаганды и дезинформации на территории ЕС, ограничения на транспортировку российской нефти, а также в отношении кораблей, которые доставляют в Россию северокорейское военное оборудование. Новый пакет будет принят, предположительно, в ходе саммита ЕС в Брюсселе в конце июня или перед ним. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Цель – как можно сильнее ослабить Россию. На Москву и область обрушился ураган Эдгар. Есть жертвы. Ну чушь какая-то. Это же медные листы. Ой-ёй. Ой-ёй. Ёкаром и бабой. Да, это деньги, ребят, понимаете? Это деньги, понимаете? Огромные. Смотрите, как фонари там болтаются. Охренеть. Огромные бабы. Основной удар пришелся на север столицы и области. По последним данным, не менее 14 человек пострадало, двое погибли. В северо-восточном районе Медведково дерево залетело на балкон дома. Девушка, которая живет в квартире, в этот момент как раз и снимала ураган. Она не пострадала. Чуть не погиб мужчина, который в момент шторма зашел в кабинку биотуалета. В этот момент ее уронило. В Царицыно женщину ветром унесло в пруд. Для ее спасения пришлось задействовать катер. В районе Свиблова на северо-востоке ветром снесло кровлю, которая попала в окно трамвая. Есть пострадавшие. Сам момент попадания кусков железа попал на видео. В результате двое пассажиров получили травмы. Им оказана медицинская помощь. Сейчас движение 17-го трамвая временно приостановлено в целях безопасности. Ну и подробнее о смерчах, об образовании которых ранее предупреждал гидрометеоцентр. Они были замечены жителями спальных районов столицы, а также в Истре, Лобне и Лосино-Петровском. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Дескать, то, что Запад уже видит Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российские регионы. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», «Стормшэдоу» и «Атаканс». На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве в председатель комитета обороны Бундестага Германии Мария Акнес-Страк. Циммерман ответил «Атака». Это означает только одно – у России будет на один самолет меньше. ОМТВЮЭЙ, про Головне. Англосаксы идут в Абанк, потому что Россия бросила им вызов. И им, как гегемонам, надо нас наказать любой ценой. Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Ну как же без медалек в санитарной зоне Белгородщины? А лица, какие радостные, злобную НАТУ прогнали. Всех пиндосов отодвинули за Атлантику. Сотрудники Росгвардии и 12 бойцов территориальной самообороны получили награды за выполнение боевых задач. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил награжденных за службу, за отношение к жителям области и к родной земле. Он отметил, что ситуация в регионе остается напряженной. Гибнут люди, разрушаются дома. И бойцы защищают население. И помогают ему. Помогают гибнуть и разрушаться? И в случае, если произойдет самое страшное и трагичное ранение или гибель, эта помощь оказана не будет. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго. Шебекино. Белгородская область. Бывшая Российская Федерация. Санитарные мероприятия. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Первые плоды визита Кремля-Бздуна в Северную Корею. До этого Южная Корея отказывалась поставлять оружие Украине. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Термобарическая боеголовка южнокорейской ракеты КТССМИ способна проникать глубоко в землю и достигать подземных целей. Ростовский штаб Южного округа Минобороны России срочно нуждается в дирошизации. Южная Корея имеет сотни таких ракет и комплексов для запуска. Дальность около 200 километров нужно брать. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. На Западе уже отреагировали на визит Путина в Пхеньян. Глава НАТО Йенс Столтенберг еще накануне заявил, что это вызов для глобальной безопасности. По его словам, Россия все больше зависит от авторитарных стран. Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает очень тесную взаимосвязь между Россией и авторитарными странами, такими как Северная Корея, а также Китай и Иран. И это также демонстрирует, что наша безопасность не является региональной, она глобальна. То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, важно для нас. И это ясно видно на примере Украины, где Иран, Северная Корея и Китай поддерживают и поощряют агрессивную войну России против Украины. При чем здесь Россия-то? На вопрос, какие действия может предпринять НАТО, цитируя в связи с сотрудничеством этой оси зла, Столтенберг сказал, что против Северной Кореи уже наложили много санкций. Проблема в том, что Россия сейчас их нарушает. Известно, что Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. По данным западных СМИ, Москва получает северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы для ведения войны в Украине и обещает Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ. Ранее министр обороны Южной Кореи заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. По мнению наблюдателей, эта поездка Путина направлена главным образом на то, чтобы обеспечить продолжение военной помощи со стороны КНДР. Обеспокоенность более тесными связями между Россией и Северной Кореей выразили накануне и в Белом доме. Неудивительно, что Владимир Путин поехал в Северную Корею после своих так называемых выборов, которые были немного напряженными. Он планировал поразить там всех своим очарованием, и, похоже, ему это удается. Но нас беспокоит не сама поездка, а то, что отношения между этими двумя странами укрепляются. Мы знаем, что северокорейские баллистические ракеты все еще используются для ударов по Украине. Они могут заключить соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, которое может как-то повлиять на безопасность на корейском полуострове. Пока что мы не видим признаков, которые бы на это указывали, но мы будем очень-очень внимательно следить за ситуацией. Это факт. По делу об отравлении готовой едой в Москве суд отправил в СИЗО только одного из четырех фигурантов дела. Это повар компании-подрядчика. Его задержали в аэропорту при попытке уехать. Остальные сотрудники и гендиректор компании «Кухня на районе» отправились под домашний арест. По данным следствия, на производстве и кухне полная антисанитария. А фасоль, которой отравились люди, вообще хранилась в бочках на улице среди бытового мусора. Это бочки, в которых хранилась фасоль, которая отравилась уже более двухсот человек. А вот как он такой? Да, лид, конечно, не очень. Хорошо. Попросто идти к нам. Есть грузинская кухня, есть французская, есть итальянская. А вот это кухня эпохи позднего путинизма. О, свежие медали. В обмен на руки и ноги. Рядовой Небалуев Александр Александрович. Спасибо. Рядовой Иванченко Николай в названии офицера лейтенанта. Судя по лицам, я так понимаю, особо никто не жалеет. Надо же, какие красивые блестящие медали у всех. Впереди, как показывает история, с такими красивыми медалями, долгая и счастливая жизнь. Как у тех, кто в свое время вернулся из Афганистана. Так интересно. Такие картинки красивые. Будет о чем рассказывать в электричке, продавая ручки и карандаши. Девочки, а вы что такие грустные? Камера же снимает. А ну-ка быстренько давай улыбнитесь. Ну, вот. Совсем же другое дело. Мальчики вернулись. У них теперь все будет хорошо. Че не смеете-то? Не смешно? Не поняли, да? В конгрессе США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет Атакамс. К югу от Крыма, причем сутками пролет, висят американские беспилотники-разведчики RQ-4 Global Hawk. Чем они там занимаются? Секрет Палишинеля. А значит, их уничтожение – это вопрос нашей национальной безопасности.